Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Age of Wonders 4. В прошлой серии, в самом ее конце, я все-таки, ну как, не решился еще, но прям был почти готов начинать войну. И давайте ее все-таки начнем. Я честно за кадром думал, 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 надо, не надо, надо или надо. У нас пока прохождение, не знаю, какой-то Sims напоминает. С одной стороны, это очень хорошо. Я давно не развивал экономику, так скажем, и если бы мне разработчики не кинули подставу с минус одним городом, сейчас экономика-то у нас была бы очень-очень-очень неплохая. Ну, пока что как есть. Ладно. В общем, нашей жертвой должен стать Хэм, но он от нас относительно далек. При желании, конечно, мы можем к нему наведаться, к этому самому Хэму, но, честно, он мне не особо интересен, мне интересны его союзнички, а именно Ноктус и Зайтиль. Они мешают мне здесь развивать наше государство, поэтому... Поэтому он сейчас, знаете, прикол какой будет, объявим мы войну Хэму, а союзники его бросят. Вот это будет забавно. Приговоры прошли успешно. Отличные новости. Это здорово. Да, по... Так-так-так, где-то наши союзнички-то. Вот, у нас сейчас аж 4 вассала уже, и один пока свободный город. Но это ненадолго. Яма черепов уже очень-очень скоро станет нашей. Ну, как очень, 7 ходов еще. Относительно много, но когда станет, это прям будет хороший бонус. Потому что сильный город. И хорошие ресурсы он нам будет присылать. Ну да ладно. Хэм! Отношения у нас минус 510. Все плохо. Хотя мировоззрение и приверженность вроде как у нас неплохие. Но он нас оскорблял. Договор я, наверное, нарушал. Границу другого правителя нарушал. Я для него угроза. Вражда мне провозгласил. В общем, все дела. Давайте войну объявляем оправданную. Угу. Из-за того, что повод незначительный. Минус 50 со всеми правителями, которые не являются мне союзниками. И мировоззрение на десятку упадет. Какое у меня сейчас мировоззрение? 55. Станет пи... Ну, я останусь выраженным добром. Ничего страшного, наверстаем. То, что взаимоотношения упадут. Ну, бог с ними. Главное, что с Дарманом ничего уже не упадет. Ну и Анура хладнокровная. С ней, скорее всего, тоже упадет. Потому что она нам пока не союзник. Так, призвать к войне мы можем Ануру. А Дарман, интересно, вступит, не вступит? А его даже по большому счету и призывать не надо. Он либо вступает, либо разрывает с нами союз. Я так понимаю, это так работает. Ну что, ребята, момент истины. Объявить войну. Так, злые полурослики сразу на нас злобно смотрят. Окей. Так. Зайтили тоже нам объявляет войну. Это хорошо. Она, кстати, вторая по силе. Так. А с кем она воюет? Она... О, смотрите, ей и Анура наша. Подружание по оборонительному союзу тоже войну объявила. Это приятно. Правда, общий рейтинг 79. Получается, она воюет сейчас только со мной и с Анурой. И она осталась в союзе с Дарманом. Вот это интересно. Да, Дарман вступил в войну с Хэмом. А Ноктус, получается, разорвал союз, да, с Хэмом? Да, призвали союзника на войну, но она уже согласилась. Да, Ноктус разорвал союз с Хэмом. Так, а Ноктус, а ты с кем вообще воюешь? Он воюет только с этим товарищем. У нас вражда исключительно из-за территории. По-хорошему, если он будет совсем слабым, наверное, можно, не знаю, даже вассалы его заделать. Потому что он не кажется угрозой. Другие правители разрывают союз. Разорвали они союз. Нет, смотрите, как это. Тут еще показано, что есть. Ну окей, значит, все-таки разорвали. Это хорошо, если разорвали. Хэм начал войну. Начали войну. Начали войну. Ну красота. Да, давно у нас здесь и отношения, минус 800. В общем, наклевывалась война. Так, секундочку. Так. Не то, чтобы сильно важное сообщение, но все-таки. Окей, и сейчас, по большому счету, мы можем даже уже попробовать покомандовать нашими городами. У нас здесь город. Так, а сколько, подождите, у нас здесь город. А, здесь вот у нашего где-то был город, который мы восстановили. Да, ввысь. Ну, ввысь, наверное, никуда не буду просить войска направить. Пускай они отдыхают, здесь развиваются. Вот, кстати, развалины города еще одного нашего. Но их тот восстанавливает, похоже. Оракул. Вот и, кстати, можно попросить что-нибудь сделать. У Деницы много войск. Давайте они идут за Итиль кошмарить. Ну да, за Итиль. Так. Оракул. Идет подготовка нападения на крупный логово чудовищ. Ну, наверное, пускай готовят. А, вершина. Вершина тоже такая еще слабенькая. С другой стороны, толком... Для них здесь никто толком угрозу-то не представляет. Я вот про что. Они здесь в относительной безопасности. А, они тоже на крупный логово чудовищ. А когда я успел им это раздать, эти приказы? Видимо, перед тем, как сохраниться. Ну, ладно. Если раздал, значит, раздал. Пускай пока кошмарит, но они слабенькие. Вот чего. Если вот этот город, Деница, ну, видите, здесь у него уже три полноценных стэка есть. Честь, теоретически, можно и покошмарить. Хотя у Оракула тоже стэки есть. Слабенькие, правда. Ну, ладно, Оракул. Помоги тоже с логовом. Надо здесь это разобраться, яме черепов помочь. Интересно, а если они так вот пойдут на эту территорию? Хотя сейчас уже вассальный договор будет. Вот интересно, как вассалы смогут заходить на территорию других вассалов. Как это вообще работает? Так, требуется указание. Нет, вы пока ждите. Надо дождаться и вот эту изменную пещеру захватить. Что на поверхности? Ну, получается, заитили. Сейчас наша цель. Здесь вот башни рассвета есть. А, Павилья, столица, кстати. Ну да, надо, получается, все силы сюда теперь нам бросать. Все, что есть. Хотя, бац, полурослик придет. Вот это будет забавно. Хотя полурослик, по-моему, сейчас, ну да, он почти со всеми воюет. Ему, скорее всего, вообще не до нас. Поэтому давайте я, наверное, вот этот стэк, наш полузапасной, поведу к заитиль. Может, здесь по дороге вот этот форпост будет захватить. Освятилище солнца надо будет укреплять. Защита относительно небольшая. Надо будет покрепче этот город делать, чтобы не смогли его быстро штурмом взять. Ожидание боя. Что-то происходит прям такое. Интересное. Что-то все сражаются между собой. Ух ты ж. А это че вообще территория? Я города здесь не вижу. Судя по окраске, это хэм. Территория захвачена. Форпост воткнул. Да ладно. Тоже в свое время захватим. О! А ты что тут делаешь? Ваши владения вторглись. Но этот пускай гуляет, отношения портит. Точнее не портит, а выравнивает. Сильвер-бридж тоже. Пускай эти нейтралы шарахаются. Мне, в принципе, угрозы не представляют. Так, другой правитель осужден. Бог с ними. Другие правители объявляют своей вражде. Неплохо. Вас провозгласили врагом. Понятно. Получено сообщение. О! 800 аж стало после войны. Все, они больше нас не считают угрозой для себя. Так и до союза, в принципе, недалеко. Она, ну, 9 ходов только. Ладно. Нормально. Меня знаете, что больше интересует? Да, они разорвали союз. Теперь только оборонительный. Вот это интересный вопрос. Они дальше будут разорвать союзы или нет? Просто они сейчас в стадии оборонительного союза. Сейчас, бац, он разорвает... Ой, оборонительный договор. А сейчас, даром он разорвает союз со мной и объявляет мне войну. Ну. Это будет тоже по-своему весело. Ух, ничего себе. Мне кажется, еще один стек появился. Или столько и было? Нет, просто столько и было. Да, через 8 ходов напавились. Но объективно у них очень много войск. Прям много. В смысле, вот у моих союзничков. А здесь чего? Через 4 хода нападут. Ну ладно. Сначала с этим логом разберемся. А потом те войска, что в них сохранятся, уже на помощь отправим. Мне. Так, баня в люцерне достроилась. Что-нибудь есть дешевенькая? Минус 7, кстати, всего денег. Но это минус 7, потому что золото производим. Можем пантеон бахнуть. Дорого, правда. Можем рынок. Да, давайте рынок. Ну, нужно мне золото. О, в золотой башне, кстати. Есть место. Можем склеп построить, чтобы ману мне труп приносили. Противников. Тем более трупов сейчас будет, должно быть много. Потому что все-таки война будет против героев рожских. Так. Ну, этих ребят я здесь пока оставлю. Про запас, так скажем. Увы. Слушайте, а здесь подземление как нельзя пройти? Да, здесь союзники-союзники. Неббингтон. Слевские станции. Руины полугигантов. Телепорт. Баркшир. 19 жителей по земле. Это обалдеть. Первозданный город. Ладно. По всей видимости все-таки по земле придется. А хотя, что значит по земле? Можно даже по воде поплыть. Мало ли. Может даже морское сражение. Как говорится. Мало ли. Вдруг и правда получится. На море, так сказать. Свои силы. Немножечко узнать. Так. Здесь. Да все сюда. Все сюда. Хотя не факт, что все сюда. Ну нет. Я про то, что из-под земли где-нибудь они могут выскочить. Да вроде бы нет. Мы здесь на самом деле более-менее территорию под нашими владениями контролируем. У него прям... А, ну вот смотрите. Орки восстановили город. Ага. И ученых орков здесь насадили. Негодяи. Ну ладно. Так еще копать еще. Нечего копать. Ну ладно. А здесь и выйти-то некуда. Баля. Только назад что ли? Ну а получается только назад. Орпосты соответственно разведку настроили. Кто-то не умеет. Ладно. Давай сюда. Здесь. Сходи вот к этому алтарю. Посмотри. Ваша армия сошла с корабля. Ладно. Сошла значит сошла. Так. Ребята. Наверное восстановитесь. И потом вот эту всю штуку тоже зачистим. Паскать подготовим территорию для захвата ввысью. К слову ввысья. Если орки все-таки надуют мне войну объявить. Ох какой занозой этот город для них станет. Так. Здесь наверное еще один ход ждем. Потом я сюда еще одну виверну призову. И будем вот эту змеяную нору брать. Она же бронзовая. Да. Она бронзовая. Не должна стать проблемой для нас. Кстати вот еще покопать можно. Но это сначала тут есть маук. Где покопать-то можно. Но сначала с логовым надо разобраться. Слишком опасно. Так. Ну здесь этих расцветчиков явно надо убивать. Сколько опыта мы за одного солдата? 2. Так. А здесь можно было что-то копать. Нельзя. Серьезно. Нет. Можно. Окей. Обалдеть. Целый ход сделали. А сколько время прошло? За 15 минут мы сделали целый ход. Это по-моему мой личный рекорд. У нас бывали серии по одному ходу. Рак, лединица. У вас-то сколько там? Из 8 ходов. Ну долго на самом деле готовитесь? У вас армии здесь? Обалдеть. Уже сколько? Вон 4 стека гуляет. Прям кто есть выдвигайтесь и все. Слушайте, может я зря Аракул тоже отправил на уничтожение логово чудовищ. Давайте тоже к Серебралисту их отправим. Ну или ладно, не буду, так сказать, в начальном плане переигрывать. Логово чудовищ надо уничтожить. О! О! Прикол. Смотрите, он действительно уже пришел. Дружище, пришел кошмарить. Правда у тебя сил вряд ли хватит. Как бы они сейчас всю армию здесь не погубили свою. Через 5 ходов фасальный договор. Так, ладно, давайте сначала мелкие задачи порешаем. Мне нужно маленькую виверну призвать. Да. Сейчас есть там развитие. Член стаи, ускоренная эволюция, все дела, могучий зверь. Нормально. Ну и поехали. В змейную норму уже много раз такие убежища влетали. Войдя внутрь, змина пещеры цело сразу замечает множество змеи. Это место выглядит как святилище какой-то запретного божества. В общем, можем пожертвовать жителями, но, естественно, делать это не будем. А. Откуда-то белый волк появился у змей. Это странно. Ну да ладно. Так, а что здесь? Проклятие горгоны. Оглушение. Ну, волк, это, кстати, неприятный товарищ. Хотя у нас тоже есть свой волк. И он попрокачаннее, чем волк противника. Я, наверное, даже вот так вот ставлю. Немножко подставлюсь, так сказать. Так, а у тебя есть кого призывать? Да. Есть големы. У них големы. Бух, дурь. Занаменитый. Ладно, он, наверное, или не подождет. Подождите. Нет. Там, сюда он пока встанет. Угненная виверна. Да, это легендарная, опять же таки, виверна, которая нам досталась в награду. С целой кучей бонусов. А так, конечно, космическую у нее здесь. И так-то виверна у нас сильная. Но это вообще какая-то... Жутковатая. Петрицы не стали влетать. Ну ладно. Убийство. Ладно, тогда мы сами чуть-чуть подойдем. Пробудем. Да ладно, ждем пока. Сейчас они сами подойдут. Так. Давайте змеюку. Да, лучник, конечно, у нас страшно. Он просто за один прокаст убил змея. Это очень круто. Ай-яй-яй, это у нас оглушенная получается, да? Так, птички, вы много надамажите? Да нет, они слабо дамажат. Так, волчек. А теть может достаться. Давайте вот так вот сделаем. Чтоб так хорошенечко мы сгрызли вражеского волчика. Так, его убиваем. Ага, виверной решили. Вивер нам решили немножко урона с ней. Урона, господи, здоровья с ней. Чего я говорю? Пусть нить, короче, наши вверх немножко решили, но это, естественно, не страшно. Здесь будет два выстрела. Так, волчек на сколько? А волчек убивает. Боец фланга как-никак. Так, урона почти не получили. Это классно. Лучецкого получили. 224 авторитет. Мне это нужно. Жрец солнца. Жрец солнца. Нет? Наука. Ну, наука нужна. Блин, все мне нужно. Но мне очень нужен авторитет. Потому что мне нужен шестой город, чтобы вот эти дебафы дурацкие убрать. Так, здесь нужен лагерь рабочих, чтобы измену пещеру присоединить. И, наверное, этот форпус я даже себе оставлю. В принципе, ями черепов я здесь не мешаю дальше развиваться. Пускай они вот в этот плет идут. Пожалуйста, как говорится. Так, доступен новый навык. Какой? Это что такое? Завивание гордое. 200 к маню, 200 к знаниям. Классно. Азов Орды. Убеждаю в битве. Тоже классно. И военный обряд. Армию разбойников. Но нет. Нет, я сейчас вообще ни на что не смотрю. Я хочу город. Город. Другие правители заключили союз. Ну, понятно. Ваши владения вторглись. Понятно. Ваши владения вторглись. Понятно. Блин, сервер. Сильвер Бридж. А ты зачем так поступаешь? Ну, хотя смысла нет, что они здесь по моей территории бегают, пускай бегают. У них по всей мести задача какая-то. Они куда-то идут. Слушайте, а может быть их союзник тоже ко-нибудь отправил. Так, да, давайте смотреть, что еще в этом. В столице. Кузница света. Небольшая копеечка и немножко к наему. Неплохо. Нексус. Ну, Нексус, к слову, 15 к морали даст. Хотя у меня здесь и так уже гармония. Наверное, пока что не надо. Райские сады слишком дорого. Тюремная камера. Палата возвращения, кстати. Если убьют. Зал потока. А, зал поток может быть даже и надо. Это даст мне заклинание очки. И плюс одна ячейка заклинаний на подготовку. То есть вот здесь уже будет не две ячейки, а три. Но дорого, конечно. Давайте смотреть, что еще. Ой-ой-ой-ой. Так, Сиракур может новую провинцию присоединить. Давайте смотреть, какую. Вот, кстати, интересная провинция есть. А, кстати говоря, я же здесь гильди ученых строю. Да? Да. Можно еще исследовательскую станцию одну поставить. Которая будет бонус получать. Так, здесь у меня дорога есть. Да, давайте я еще одну исследовательскую станцию поставлю. А, здесь еще и кровь Архонта. Это будет у меня 20 маны и 5 науки. Отлично. И паучки. Но паучки мне не нужны. Да. Плюс 78 маны. Когда у нас шестой лимит поднимется, здесь вообще какой-то у меня космос будет доход. Пока страдаем. Профи Архонта. Это, кстати, новый. У меня ее раньше не было. А, нет, было. Было, было. У меня только вот этих совсем нет. Но опять же таки, я их скоро получу от своих союзников. Они в подземелья. Есть. Здесь я вот получу арканитовую руду. А где-то... А где-то я еще что-то видел. Или нет? Или ничего не видел? Не помню. Ну да, кузнечный камень еще есть. Ну, как сказать скоро. Кузнечный камень-то не скоро. Но, может, и здесь воткнуть будет свой форпост. И получить кузнечный камень. Ну, наверное, я так и сделаю. Потому что ввысь очень долго будет мне его здесь добывать. Так, светилище солнца. Давайте сначала посмотрим, что можно дешевое построить. Ну, хотя, как дешевое. А, амбар воткнем. Сиятель на дворе. Тоже амбар. Площенье рассвета. Тут только чеснок можно поставить. Ладно, пускай чеснок строится. И минус 11 золота. Угу. Хм. Это здорово. Так, здесь объединяйтесь тогда. Дракошка. Дракошка может в форпост даже зайти и забрать. Из чего у нас каменные стены. Ну, что это? Это вы видите? Да, видите. Какая-то багулина. Ага. Герой нужен, чтобы захватить. Я про это совсем забыл. Ну, значит, давай ты сюда беги. Давайте на море спускайтесь. Разведчик развед... Ну, ну и такая вкуснота, конечно, здесь. Да нарушить. Кесбург сам виноват. Что так построил? Так. Вот с этим еще дрянью разобраться. Что такое? Почему так мигает? Так, дракон, а ты... Блин, не входит он, по-моему, в радиус сражения с этим отрядом. Да, давайте я что сделал. Я нарву так сейчас сделаю. Да, дракон не попал. 140 золота. Это еще что ж там? Это сработало у нас. Наше золотое дыхание. Так, повысились. О! Ага. Телепортация. Ну, не знаю. Поступ демон. Еще одна телепортация. Не так далеко, но урон наносит. Призыв элементаля. Еще одного. И нежить элементалит на самом деле круто. Или возрождение. Слушайте, я даже возрождение возьму. Да, я возьму возрождение. Элементалит, конечно, все очень здорово, но уже не так это для нас критично. Это все перки вот здесь. Они поначалу очень сильно важны. Все эти на призыв. Так, ну и давайте смотреть. С одной стороны, конечно, можно и поддержку нам немножко качать. С другой стороны, и... Военное дело, инерция удара. Военное дело, больше урона он сам себе будет наносить. А драконьим дыханием будет наносить? Нет. Драконьим дыханием это не влияет. Сопротивляемость можно повысить еще. Свою защиту можно повысить. Ну ладно, давайте, наверное, я все-таки продолжу дракон тогда качать. У него армия без него сильна. А он у нас такая машина для убийства получается. Хотя... А нет поддержки два всего перка. Боевое искусство, но это плюс урон. Он сам себе чуть посильнее станет. Уж, конечно, здоровье прибавить. Змах хвостом на 42. Да, давайте я его замах хвостом возьму. Все-таки дракон должен иметь хвостом махать. Так, а нужно как-то перекруппировка здесь? Здесь как-то дракону надо будет в этот отряд вставить. А пока, допустим, от этого убрать. Одного из юнита сюда передать. Так, ладно, пока ждите. Вы сейчас с этой аравой к эльфийке пойдете. Ну как, а равен два стэка всего. Ну попробуем что-нибудь интересное придумать. Кстати, вот и столица уже. Блин, нет, двумя стэками я что-то сомневаюсь, что мне что-то интересное получится. Но здесь еще два стэка идет. Итого четыре будет. Ну это уже интересно. Так, вы. Вы, 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 вы. А вы, получается, тоже возвращаетесь. Здесь никакого подъема нет. Никакого подъема нет. Плохо, что здесь вот прохода нет. Ладно, получается, давайте вы, наверное, поможете эту дрянь здесь им зачистить. Плохо, конечно, что на их территории вы из жизни восстанавливаете. Так, ввысь, 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 ввысь. Ну давайте. Здесь, скорее всего, автобитва. Да, отлично, автобитва. Здесь два дракона. Как умудрять вообще терять кого-то? Два дракона и герой с призывом. В итоге две вверх, ну погибла. А, нет, у тебя же нет призыва, я вру. Черт возьми, я вас обманул. Когда вот эту верну надо немножко отвезти чуть подальше. Вы сейчас влетать мне будете, да. Хватит, четвертый тир. Что-то как-то немножко расслабился, наверное. Но не рекруты. А что это вы рекруты? Вы так давно на карте стоите, а нет, ты солдат. И чемпион. Видимо, рекрут совсем недавно появился в их отряде. И тоже солдат. Ну ладно, пока получается. Ждем, наверное. Сейчас они поближе подойдут. Сейчас влетать в нас будут. Нет, не будут влетать. Это любопытно. Можем так вот стрельнуть. Ладно, давайте немножко кустиков. И попробуем сейчас вот им слать. А, Линда, как же я... Оборот надо было. Она тогда молнией. Так, нет, это верно. Дракушками чуть вперед, чтобы... Если герои прилетят, чтобы они их накрыли. Мерзких пауков. Ты пока стоишь. Тебя как-нибудь захилим. Так. Ну отлично. Они еще и прыжки свои потратили. И паутины свои потратили. А нет, это сюда влетело. Приятно. На 45 спину. Ну давай. Горение выдали. Так, маг. На 36 всего. Ай, драконов пробуждать. Во. Сразу давай их пробудил. Нормально. Себя еще пробудим. На 66, кстати. Давай на 66 тогда. Сланга. Только все попасть надо удары. Красавец. Здесь на 45. Здесь... Блин. Здесь стреножили нас. На 45. По столу еще меньше. Давай на 45, значит. На 30 на 15. Ну давай на 30. Ну бон он, конечно, бьет. Но не то, чтобы сильно. И жди. Не лезь пока туда. Войдух минус 5. Обездвижили нашу Иверну. Бойну кусают, конечно. Все-таки четвертый тир. Это не кот чихнул. Опасные юниты. На 48. На 48. Так, здесь добили. Здесь почти добили. Макс, к слову, у нас тоже неплохо накидывает. Эк. Ну, ты теперь подойдем. Так что, последний остался. Эээ, последний. Пусть. Хотят они все-таки добить мою ни в чем не повинную Виверну, но не дадим им этого, естественно, сделать. О, еще, наверное, стал легендарный. Герой повысился. И 80 ман мы получили. Так, нет, герой. Давай смотреть, у тебя чего. У тебя, естественно, магия, наверное, нужна еще. Хотя можно, конечно, драконам и живущей добавить. Ну, хотя 10 здоровья для драконов и 2 сопротивления эффектау. Ну, такое. Да, хотя у него 5 прокачано. Ну, можно силы, конечно, взять, чтобы дракон еще сильнее наваливали. А можно, конечно, и магию взять. Волшебная сила вот есть. Магические атаки будут больше урона наносить. Сопротивляемость эффекта можно пробивать. Нет, надо волшебную силу брать. Здесь тоже сопротивление эффектом пробивают. Еще урон добавляется. Да, причем это все вот эти наши атаки повысились. 25, 13, 19, 26. А, нет, это... Да, это ближний бой. На нее не действует. 12, 17, 24, 24. 13, 19, 26, 26. Нормально. Главное, основная атака тоже прибавила. Это не может не радовать. Так, а вы чего у нас? Вы дрочуны теперь. Да, плюс 10 здоровья, плюс 1 защите. Верно. Более злые стали. А тут, кстати, бой-то будет серьезный. Поэтому давайте, наверное, я вот сюда зайду. Подлечусь. Потому что с этими ребятами, у них там свои драконы есть. И по рангу-то сильнее, чем наши драконы. Наши, конечно, еще герои немножко пробафанные. Но все-таки. Так, разведчик. Есть что копать? Есть. Давай покопаем, значит. О, кстати, проход откроет. В новые неисследованные территории. И отрадует. Так, заитель куда-то побежала. Не к нам, случайно? Они тут город основали. Песни рассвета. Башни рассвета. И Павильяс. Понятно. Ну, песни рассвета надо брать. Что-то аж карта трясется. Что там происходит у вас? Какие-то очень серьезные, видимо, перемещения. Так. Усиление армии. Магический материал. Четыре черева. Получить плод с ребрауста. Ваши отважные воины сражаются за интересы империи во всех уголках мира. Находят ли у вас резерв? В советниках есть предложение. Пельцель драконов. Жернова войны продолжают перемалывать лучших сынов империи. Нам стоит удвоить усилия по наему солдат. Ведь чем больше нас будет воинов, тем скорее Хамбингер потерпит поражение. Нам стало известно некой волшебной субстанции, способной значительно ускорить обучение в Абранции. Название плод с ребра уста. Гарантированно получим очки наема и неизвестный бонус получим. Ну естественно. Естественно. Так, а какой? Вот этот плод. Здрасте. Кого туда отправить? 1400 силы убивать. Так, а вы, ребят, что-то скучковались. Можно, конечно, из-за подземли. Вот эти ребята здесь рано или поздно. Вот вы. А нет, вы еще далеко выскочите. Аж здесь ходу всегда будете с ума сошли. Чего как долго-то? Прям совсем долго. Ближе у меня отрядов-то нету, да? Да, по всей видимости, ближе отрядов нету. А ты сколько будешь идти? Пять ходов. Но она одна не справится. Можешь, конечно, вот этих еще ребят туда отправить. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Вот этих пацанов. Ну, и получается, тебя все-таки надо этот плод захватить, раз уж просят. Так, этот товарищ продолжает отношения портить. Но мы слишком нагрешили с ним. Поэтому арканитва руда, кстати, получена. Получается, захватили наши дружочки арканитвую руду. Так, увы. Да, молодцы. Это где у нас легендарный бой был? Это не может не радовать. Больше теперь они нам доходы приносят. Молодцы. Так, а здесь-то чего? То есть товарищ здесь прискакал, посмотрел и ускакал? Так это было? Или он погиб? Смерть в храбрах. Он погиб! Ммм. Черт возьми. Ладно. Ну так они все сейчас так убьются. Они просто сейчас возьмут и все убьют самую эту штуку. Нет? Ну, рано или поздно они просто ее сгрызут. Я на это надеюсь. Так, а у вас там что с нападением? На сребралист готовите. А высь тоже на крупное логовое чудовище. Нет, это какое-то другое крупное логовое чудовище у чего. Мне вот на это логовое показали. Но мне же не оно нужно. Да-да, вставайте автоматически. А то тоже сейчас пойдете убиваться. Нужны ли в столице стены? Да я не уверен, на самом деле. Нужны ли там стены? А эти магические укрепления? Тотем дикой природы готов. Нет, здорово. Так, посвящение пламени. Огненная бомба. Боевым магам. Ага. Зов дикой природы. Бонус. Ирайское благословение. Постоянное заклинание для города. Звучит интересно, но вряд ли его буду использовать. Так, раскопки, кстати, закончены. Ну, пошли дальше исследовать. Ммм... Так, а ты иди этот фурпост кошмарить. Здесь. Я вот этого паука распущу. В этот отряд, получается, кого лучше отдать? Волк или вампира? Точнее, паучка или волка? На самом деле, интересный вопрос. Ну, волк, он бессмертный. Давайте, наверное, паука отдам. В этот отряд. Да. А сюда отдам дракошку. Вот так вот. Такая дракошка качается. Пойдем штурмовать песню рассвета. А вы вот этот фурпост возьмите. Начать осаду. Штурмовать без подготовки. Давай. А второе... Ну, дорого все. Ладно, за три хода мы этот фурпост возьмем. Здесь. Высь. Ух, тоже какой отряд интересный стоит. Ну, хочется, на самом деле, сюда отвлететь. В этот кузнечный камень. Так, разведчик, 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 разведчик. Да, давай сюда. Неплохие отряды, кстати, стоят. Здесь у нас чего? 1655. В принципе, ман у нас достаточно. Отряд там страшный. У нас здесь будет маг. Мага, нет призыва. У мага есть скороходы. Ну, в принципе, маг неплохо дамажит. Можем, конечно, призвать там всякого. Аспект корней можем еще, кстати, сделать на защитников наших воинов со щитами, воинов с пиками. 30 здоровья. Встает в защитную позицию. У меня бананы здесь нет таких юнитов. Это такие юниты, пожалуй, только у нас у Талии утонченные есть. Больше на кого. Огненные великаны, кстати говоря. Мощный натиск, вулканический удар, сотворение рунного камня, кольцо осады, огненный след. Красота. А, они все огненные. Есть у нас здесь один угненный дракон, огненные виверны, парочка золотых виверн. И дракон уязвимый к огню. А в этих, наверное, уязвимость к льду. Да? Да. 86 здоровья. И у этих по 160. Ну и пара собачек. Ладно, давайте, рискованная битва. Ну, поехали. Так, у них еще и баф какой-то будет. Часть территории и препятствия, охваченные огнем. Понятно. Это все понятно. Так, ну тут, в слову, еще за герой. Я немножко переживаю. Ой-ой-ой, они кучно встали. За это надо наказывать. Так. Еще и сопротивление влупили. Ну, пока ждем, получается. Так, кто-то у меня там загорелся. 16, 18, 14. Сейчас наркоменюк и бросит. А это что такое? Рунный камень огня. Ух ты. Так умеешь. Негодяй. А сколько он ходов живет, этот рунный камень? А, три хода. Ну ладно. Давайте смотреть. У нас, повторюсь, тоже есть, в некотором смысле, огненный дракон. А есть ледяной. Которым, если подойти поближе, можно глупить не на шутку. Вот так вот, например. Забафать бы его еще как-нибудь, но никак. Дай его получать. А, у нас, кстати, тотем дикой природы есть. Можем мы призывать еще всякого. Темный ритуал. Ну, дебафнуть пока нас... Точнее, неприятели пока нечем. Да, хотя не так с пробитой защитой. Нормально, сейчас лед залетит. Очень нормально. Еще и заморозили. Двух собак заморозили. Дракон заморозили. 42 у нас пробивает негодяй. Так, а огненный дракон? Не так сильно, конечно, уже бьет. А, огненный дракон, кстати, может подойти с хвоста пробить. Вот отсюда, допустим, вот так. По отроим сразу. Трипл килл. Оба! Плюс мораль сразу. Боевой дух высокий. Красавчик. Шанс крита 20%. Ну ничего, сейчас тоже тут поубиваем. И у него шанс крита повысится. И, кстати, электрический удар. Вот такой вот. Тоже неплохой. А что по вивернам? Они могут что-нибудь сделать интересное? У меня есть ведь огненная где-то. Да, вот есть огненная виверна. Она чисто теоретически-то огненный удар неплохо держит. На 25, на 25. Этот дракон заморожен, но ничего не делает этот... Маконический удар. Так, эта дрянь тоже вроде не особо больно стреляет. Но вот этот сейчас, конечно, меня глупит. Но, повторюсь, не особо больно. Все-таки крепенькие у нас дракончики. А по виверне на сколько? Один раз на 13 он пробьет виверне. Соответственно, три раза на 39. Это будет больно. Так, где еще можем сделать? Можем башню убить. Можем раздамажить их немножечко. Можем отравить. А если просто выстрелить, сколько? 33, если просто выстрелить. И 48 великана. Слушайте, может, вообще-то просто выстрелить и все. И особо, так сказать, не выеживаться. Он все равно спиной стоит. На 57 вот ему в спину. Давай. Задувай. Неплохо. Можем еще на 20. 42. Ну, переживай. Я на самом деле за это и верну тогда. Ладно, давай, полетели. На 19 с мощным натиском на 39. Ну ладно, выживает она. Однозначно. После этой атаки. Это и верно умудрилось загореться, кстати. Что, наверное, не очень хорошо. Знаете, тогда сейчас на него слабенький хил накинем. Ну, не совсем слабенький. Вот этот оберег богословения. Плюс защита. И одна огненная виверна. Да, и лети сюда. Тебе, наверное, он совсем мало урона несет с огня. Все-таки высокая у них сопротивляемость к своей стихиям. Немножко горим. Ну, что поделать. Ой, хвостиком. Да, хвостиком махнул. Тоже несерьезно. Здесь уже надо сейчас будет огненную хилку выпускать. Наверное. Да, верно. Кстати, его съедает. С потрохами. Так. По площади удар еще не готов. Повторюсь, можно как-нибудь вот так вот сделать. Башню-то убить. Да, давайте я башню сожгу. Чтобы не мешалось. Как-нибудь, может, здесь еще... Такие все здоровые. Ничего не понятно, что происходит. Гиганты. 57. А сколько? 81 единичка. В принципе, живешь. Да, они еще под пробитой защитой. Поэтому много урона получают. Да, надо вот сюда. Но садувать, конечно, мало получится. Обалдеть. Мы огненого дракона подожгли. Это удивляем. Так, осталось их двое, получается, да? Да. Давай дракошка и хвостиком по ним. Шмяк. На 42, на 20. Я, наверное, сейчас даже вот опять-таки оберег накину. Немного здоровья восстановим. И защиты побольше будет. Не так сильно они по нам огнем шарахнут. Замечательно. Ну что, ребята. Давайте проживем этот ход еще раз. Вылетает критическая ошибка в этой драке. И... И не знаю. Ну ладно, попробуем, конечно, еще раз этот бой провести. Может, как-то на автобое получится его проскочить. Но... В общем, вот. Такое тоже бывает. Ладно, кузница света пускай работает. Так, здесь. Та же комбинация. Да нет, другая комбинация. Крепость побегов для города. Укрепление. Интересно. И волшебное цветение. Выбранный террористский город начинает распространять вокруг себя луга. Ха. Интересно. Пока действует это заклинание, заснеженные ледяные провинции приносят плюс два к пище и два к производству. Луга. А мне не факт, что лугат нужны. Ладно, давайте зову дикой природы тогда. Мне не факт, что нужна луга. У меня же здесь где-то бонус на леса. Поэтому, ну, такое. Так. Повторюсь, еще раз. Я это все проделал. Я, честно, я не помню, какие ходы я делал. А, соответственно, видео пересматривать ради того, чтобы прям все точь-в-точь повторить не хочется. Поэтому давайте сейчас быстро все это дело прожмем. Здесь, кажется, я юнит хотел поменять. Да, паука я распущу. Верой и правдой ты тратил наши ресурсы. Как говорится, молодец. Так, патриарха я отдам. Дракона заберу. И вот этим отрядом мы идем песни рассвет штурмовать. Этот отряд корпус займет. Начать штурмовать без подготовки через три хода. Там никого нет, штурмовать-то некого. Так, высь, вы пока ждите. Здесь разведчик. Разведчик, разведчик. Попробую на автоисследовании еще не поисследовать. Собственно говоря, так как и ты. Ну и теперь давайте сохраняем. Слово сохранение, счет у меня как-то очень много. Надо немножко удалять. Я начал игры, не надо. Здесь на каждую сессию ограничение 50 сейвов. Представляете, у меня уже перебор. Я, конечно, достаточно странно к этому отношусь, к перебору, к ограничению на число сейвов. Вроде как в 2023 году живем. Ну да ладно. Ну автобитву, допустим. Автобитву явно потеря. Да ладно. Ну ребята, давайте так вот и примем. Вы бой видели. Чисто технически я там победил. И победил явно лучше, чем вот эти результаты. Поэтому вот так вот. Опять сейчас, кстати, баг какой-то со звуком был. Что-то там все дернулось. 60 производств мы получили. 60 производства. Я, знаете, вот сейчас как думаю. Можно, конечно, было вот эту точку занять. Выси отжать. Но не хочется. Давайте я просто здесь форпост воткну свой. В принципе, выси будет куда развиваться. Можно вверх вот сюда полезть. Здесь можно поджать. Здесь какие-то территории есть. Ну а камень, он мне нужен. Стоимость создания воинов просто снизится на 20%. Да. Бахай форпост. Ну и жди пока. Здесь восстановишься. Этих драконов мы тоже. Ну не на следующих, вот скорее всего. Надо быть все-таки восстановиться. У меня здесь немножко. Ладно. Завершаем. Так, Сребралист. Ты здесь. Ну Сребралист, к слову, на мой шпиль разложения может совершенно спокойно пойти. Но я буду не то чтобы сильно против. Хоть какая-то движуха начнется. А то по большому счету я уже всех нейтралов переубивал. Орпал Пейтус. Бегает. Ну ему очень долго надо бегать, чтобы убрать вот этот крайне справедливый рейтинг. Первый по силе у нас товарищ. Она вторая. Ну ладно. Ничего, скоро. Уже очень скоро у нас будет лимит по городам. Возвращен. Так, а тебе-то что не имется, дружище? Это же Ярлан. Да, Ярлан Воз. Он с Хэму воюет. Я про то, что... Неужели обижать как-то нельзя было? Вот это все. А не напрямки нестись. Ну ладно. Так. Слушайте, как мы медленно здесь ходим. А он у меня половину ходов стырил, негодяй. Он у меня ходы украл. Половины ходов нет. Вот негодяй. Негодяй К, получается. Это Заятиль здесь на меня накастовала. Заятиль сребрали с порис противозаклинаниям. Время вины. Раздамажила, конечно. Что-то урон очень слабо нанесся. Ну ладно. Так, другой против начинают переговоры. С Ямой Черепов. Анура хладнокровная. Ну, Анура, ты, честно сказать, очень сильно опоздала. Здорово, конечно. Что-то, что с текстом? Часть 3 хода. Арканит, твоя руда у них, кстати, есть. Ну, она у меня тоже уже есть. Так, разрывает свой оборонительный пакт. Ну, слава богу, как говорится. Все. Ушли они здесь из дипломатических отношений. Можно интегрировать город. Это здорово. Отличные новости. Но пока, пока пускай. Камень тоже мы пока не забираем. Так, нас оскорбили. Понятно. Вам сделали комплимент. Тоже понятно. Мы можем сделать комплимент. Нет, не можем. Может, подарок тебе какой-нибудь отправить. Не, ничего, я тебе не буду отправлять. Ну, тебя, честно сказать. Можно интегрировать. У вас нет средств на поддержание провозглашений. Да нормально, у меня все посредственно. Ну, что ты начинаешь паниковать? Так, амбар завершено. Вот строить я, наверное, ничего сейчас не буду. Пускай немножко золотишко производят. Сколько ходов-то еще осталось? Два хода, по большому счету, и мы войдем в лимит. Это здорово. Дальше будем развиваться. Так, ну, пацаны, давайте всей пачкой навалимся. И размолоть и мыслить. Так, ладно, здесь идем. Блин, а вас я забыл отправить, да? Угу. Там взору поступил. Ну, ладно. Где еще много ходов. Ничего страшного, что я забыл. Кто это, наш разведчик здесь? Интереснейшее море, смотрите. Юнитов, богатств лежит. Просто, я не знаю. Гриби, гриблом. Но нет. Ничего не гребется. Вот, кстати, если бы эти товарищи хотели на меня напасть, они бы сейчас могли это сделать. Ну, и сейчас, конечно, на том, что выгрузиться еще надо. Я про то, что мой отряд-то ослаблен. И, как говорится, есть риски. Надеюсь, кто-то не докопал. Значит, копаем. И клад есть. Но его сейчас, скорее всего, залутают. Или это бандиты здесь в таких количествах стоят? Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом моменте закончим. Что-то игра сегодня приболела, так скажем. Надо все сейчас перезагрузить, посмотреть. Может быть, станет немножко получше. Но в любом случае, прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое еще спасибо. И всем пока.